Здравствуйте! Вы смотрите новости о событиях пятницы 22 марта. Расскажу вам я, Анна Мальгина, но сначала к темам выпуска. Новая площадка для состязаний лучших. В Краснодаре официально и торжественно открыли дворец Самбо. Он стал частью масштабного комплекса «Город спорта». Еще в начале месяца высокую оценку дворцу мирового уровня дал президент страны Владимир Путин в ходе своего визита. Сегодня спортсменов, тренеров и жителей города с открытием поздравил губернатор Вениамин Кондратьев. Глава региона рассказал, что в Край с 2019 года начали строительство центров единоборств во всех регионах. Уже возвели 30 таких комплексов, еще 14 в стадии строительства. Они станут основой единой краевой школы Самбо, а новый дворец будет вершиной системы подготовки борцов, местом соревнований для лучших из лучших. Самбо – это история России вчерашняя, сегодняшняя и завтрашняя. И теперь уже, я уверен, самбийская история нашего края. И она начала свой отчет. И знаете, чтобы мы не просто строили такие спортивные объекты, в муниципальных образованиях построено уже 30 центров единоборств, еще осталось 14, и мы к концу этого года завершим строительство центров единоборств в крае. У нас обязательный урок самбо, я надеюсь, что все вы об этом не просто знаете, но их и посещаете. И теперь высшей ступенью системы, подчеркиваю, системы самбо, стал вот этот дворец, который мы с вами сегодня и открыли. И сегодня я подписал распоряжение о создании краевой школы самбо, которая будет эту систему дальше развивать. Краснодарский край лидер в стране по реализации проекта «Самбо в школу». В нем участвует почти 800 учебных заведений, в которых самбо занимаются около 500 тысяч кубанских школьников. Венемин Кондратьев добавил, что следующий шаг – это строительство в городе спорта школы-интерната, чтобы 500 юных спортсменов, в том числе борцов, смогли тренироваться здесь, не отрываясь от учебы. Многофункциональный физкультурно-оздоровительный центр на стадионе «Динамо» открылся для посетителей. Краснодарцы активно записываются в секции и занимаются спортивным развитием. Тему продолжит Лилия Пасмурова. Алексей Харитонов занимается на стадионе «Динамо» с открытием. Каждое утро пятницы он проводит на футбольном поле. Говорит, что такие тренировки дают заряд энергии на весь день и позволяют поддерживать хорошую физическую форму. Нравится здесь то, что стадион новый, недавно реконструкция была, открытие. Вот и после открытия записались, нетрудно записаться. Приходим, в свободное время играем, занимаемся спортом. Теннисные корты, поля для мини-футбола и просторные залы для борьбы – все это доступно для краснодарцев на стадионе «Динамо». Для того, чтобы посещать секции, нужно быть совершеннолетним или иметь разрешение от родителей. Записаться можно, предоставив паспорт и медицинскую справку. На сегодняшний день, с момента открытия, он уже, можно сказать, живет полноценной спортивной жизнью. Порядка двух десятков секций. Записаться люди могут на стойке информации у девушек-администраторов. Там вся есть подробная информация о секциях, как платных, так и бесплатных. Также есть вся информация для жителей, которые хотят просто прийти побегать, либо позаниматься йогой, растяжкой, общей физической подготовкой. Также есть возможность у людей заниматься бесплатно футболом, баскетболом. Сегодня на стадионе «Динамо» занимаются сотни человек. Причем большинство из них – горожане, которые выбирают спорт и здоровый образ жизни, отмечает Ирина Аксенова, исполняющая обязанности начальника отдела спортивно-оздоровительной работы. У нас три основных направления – это мини-футбол, стритбол и общая физическая подготовка. Все желающие, кто хочет заниматься для своего здоровья, для здорового образа жизни, во-первых, это продлевает жизнь. Любая физическая активность – это здоровье, это хорошее настроение, это свежий вид всегда. Общая площадь стадиона – около 15 тысяч квадратных метров, поэтому на территории точно будет та секция, которая подойдет именно вам. Лилия Пасмурва, Александр Шереметьев, телерадиокомпания «Краснодар». К другим темам активисты волонтерской группы «Творим добро-23» собрали, отправили полторы тысячи квадратных метров гуманитарной помощи. Это маскировочные сети, окопные свечи, газовые баллончики, нижнее белье. Помощь бойцам СВО активно оказывают неравнодушные жители России с самого начала спецоперации. За два года в Краснодаре, как и по всей стране, появились волонтерские организации, которые отвозят адресную помощь военным по их запросу. Спасибо нашим людям неравнодушным, что помогают в это тяжелое для нашей страны время. Оказывают помощь посильную. Вместе мы все идем к победе. Сегодня делаем дозагрузку от избирателей и членов избирательной комиссии 2109. Спасибо неравнодушные граждане. Ваша помощь очень нужна бойцам. Эту гуманитарную помощь бойцы специальной военной операции получат в ближайшее время. Машина отправится на передовую уже этой ночью. В Краснодарском крае стартует всероссийская благотворительная акция «Красная гвоздика». Все желающие могут с 10 апреля по 22 июня купить значок с цветком, который уже стал символом памяти. Они будут доступны в сетевых магазинах и на интернет-ресурсах. Фиксированной цены нет, можно перечислить любую сумму пожертвования. Вырученные деньги направят на оказание адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны и иных боевых действий. Прежде всего окажут медицинскую помощь, в том числе приобретут кресла-коляски, слуховые аппараты и протезы. Акцию проводит благотворительный фонд «Память поколений» уже восьмой год. На Кубани помощь от этой организации получили более 600 ветеранов на общую сумму в 43 миллиона рублей. На выборах президента России в Краснодарском крае было задействовано свыше 5000 наблюдателей. Все они работали на избирательных участках в регионе, чтобы следить за прозрачностью хода голосования. Члены общественной палаты Краснодарского края отмечают, что наблюдатели справились со своей задачей и за три дня выборов проявили свой профессионализм, что также повлияло на высокий уровень явки на избирательные участки. Мы высоко оцениваем работу нашего корпуса наблюдателей на выборах президента. Мы видели их грамотную, а порой самоотверженную работу на избирательных участках. И благодаря их работе, благодаря их грамотным, спланированным, обоснованным законам, действиям удалось пресечь много нарушений и каких-то неприятных ситуаций, мягко скажем, на той нарушении закона, которые могли бы произойти на избирательных участках. С каждым годом ответственность, уровень подготовки, профессионализм корпуса общественных наблюдателей растет. У нас край большой, и мы прекрасно понимаем, что есть как-то северо-запад, это Азовское море, это приграничная зона, потому что с одной стороны там Азовское море, Азовское море нашей территории, но тем не менее там территории, которая находится в зоне СВО, это накладывает особый отпечаток. Там расположены и размещены семьи с украинских городов в санаториях, поэтому, естественно, особое внимание данному участку. Тем не менее, это не помешало нам продемонстрировать одну из самых высоких явок. Один из тех, кто впервые был в составе мониторинговой группы на выборах, студент-политолог из КубГУ Владимир Селезнев. Убедиться в легитимности выборов он всегда хотел самостоятельно, поэтому и решил стать волонтером в ЦОН. Первый опыт работы в ЦОН был очень показателен. Показателен тем, что наши выборы, выборы в нашей стране организовываются открыто. И это очень важно для меня, как для активного гражданина. Это был очень хороший опыт для меня, как для политолога. А также показала открытость, как я уже говорил ранее, на всех участках, избирательных участков нашего края. Это очень важно для нас. В дальнейшем программу подготовки наблюдателей на выборах будут расширять, учитывая особенности работы в Краснодарском крае, отмечают эксперты. Сотрудники госавтоинспекции провели рейд в Кубанской столице. В этот раз проверяли на улицах города автомобили на наличие в них детских кресел. Они выявляли водителей, перевозивших маленьких детей без необходимого для этого оборудования. За такие нарушения автомобилисты заплатят административный штраф в 3 тысячи рублей. В целях профилактики детско-дорожного транспорта травматизма и укрепления уровня знаний поведения на улицах, дорогах и внутри дворовых территориях несовершеннолетними на территории города Краснодара в период с 18 по 25 марта проводится профилактическая акция. Внимание, дети! С начала 2024 года зарегистрировано 22 дорожно-транспортных происшествия, в которых несовершеннолетние получили телесные травмы. Такие рейды сотрудники госавтоинспекции проводят на постоянной основе для того, чтобы повысить уровень безопасности, а также чтобы информировать родителей о важности соблюдения правил дорожного движения для их детей. Очередную незаконную свалку обнаружили в Краснодаре. В Краевом центре систематически с участием администрации города, полиции и Росприроднадзора проходят рейды по серым мусорщикам. Так называют водителей большегрузов, которые оставляют отходы в неположенных местах. Наша съемочная группа зафиксировала очередное нарушение. Подробности в репортаже Татьяны Леоновой. Здесь, в промышленной зоне, в районе аэропорта, на земельном участке находится куча строительного мусора. Здесь и стеклянные бутылки, и пакеты, и пластик. Все это очень вредит экологии и почве. Какой объем строительного мусора находится на этой территории, визуально определить сложно. А времени, чтобы свезти сюда все эти отходы большегрузам потребовалось немного. По словам общественников, мусор сюда привозили несколько дней подряд. Нашей съемочной группе удалось застать врасплох очередного водителя и зафиксировать на камеру то, как он избавляется от отходов из большегруза прямо на участок. Предполагаемый нарушитель в своих действиях ничего страшного не видит. Для него это просто работа. Отвал есть отвал. Все сюда возят. Я же не один вожу. А кто еще возит? Ну все машины. Откуда везете? С Патриком. С Патриком. Зачем? Все вопросы к руководству. Мы позвонили по номеру телефона, который указал водитель. В районе аэропорта возим, да. А какая цель, зачем это делают? Там собственник попросил привезти ему. Это участок собственника, да? Почему вы это делаете или для чего это нужно? Что мы делаем? Вы возите отходы строительные. Так с чего вы взяли все это отходы? То есть вы считаете, что вы не нарушаете, все в порядке у вас? Абсолютно все в порядке. Пока мы вели диалог по телефону, предполагаемый нарушитель после своего звездного часа поспешил скрыться на территории частного строительного объекта. Тем временем к нам подъехал мужчина на черном автомобиле, который представился знакомым владельца большегруза. Собственник заказал подсыпать грунта и все. А для чего? Спросите у собственника и все, поднять участок. Обычно участки поднимают, выравнивают и засыпают. Все, видите, сплата стоит. А что здесь будет? Ну, стоянка будет. Это частная собственность и все. Находится этот участок в районе проезда Аэропортовский. По данным Росприроднадзора, данная территория сельскохозяйственного назначения. Отходы являются поставщиками в почву различных веществ и элементов, которые разбалансируют почвенную среду. Если мы говорим о земле сельскохозяйственного назначения, то ее особенность – это плодородие. И любое вмешательство, связанное с внесением туда каких-то элементов, с миграцией химических элементов и веществ от отходов, приводит, естественно, к ухудшению состояния. С предполагаемым нарушителям все-таки удалось пообщаться. Это сделали сотрудники полиции. За осуществление предпринимательской деятельности без лицензии юридическому лицу может грозить наложение штрафа в размере от 40 до 50 тысяч рублей. А за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления, совершенные с использованием грузовиков, штраф от 100 до 120 тысяч рублей. Полиция Краснодара обращает внимание на неотвратимость наказания за подобные противоправные деяния. Ежедневно наружными нарядами инициативно проверяются грузовые и транспортные средства на возможное наличие в них строительных и иных видов отходов. К ответственности привлекаются лица, осуществляющие выброс мусора, в том числе выгрузку с транспортом в неустановленных для этого местах. За предыдущий год в городе ликвидировали более 300 незаконных свалок. Специалистам удалось собрать и утилизировать 19,5 кубометров мусора. Татьяна Леонова, Алексей Попов и Иван Черемисин. Телерадиокомпания «Краснодар». Дольщики ЖК на магистральной в Краснодаре в ближайшее время получат ключи от своих квартир. В краевой столице остаются всего 9 проблемных домов. Вообще на Кубани за последние 9 лет восстановили права 66 тысяч обманутых дольщиков. И эта работа продолжается. Сегодня заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никита Стас Сишин и вице-губернатор Кубани Сергей Власов осмотрели долгострой в Комсомольском микрорайоне, а также в ЖК Знаменском, как хороший пример комплексной застройки. Алина Сорокина готова рассказать подробнее. ЖК на магистральной – один из самых известных долгостроев Краснодара. Это, понятно, 25 этажей, более 600 квартир. Работы здесь остановились в конце 2020 года. В апреле 2021-го дольщики жилого комплекса обратились к губернатору Вениамину Кондратьеву с просьбой помочь в достройке дома. Федеральный фонд развития территории принял решение продолжить возведение объекта. После получения положительного заключения, повторной госэкспертизы к работам приступили в декабре 2022-го. Сейчас почти все готово. Обустроили территорию возле дома. Детская площадка может принимать малышей. Новая, сделанная уже нами. Ну и, собственно говоря, мы в прошлые выходные здесь были. Здесь уже дети активно пользуются. Включая и спортплощадку. Это яркий пример комплексной застройки. Проект разработан так, чтобы жители лишний раз не выезжали с района. Здесь есть школа, детский сад. Будет и поликлиника, а также большая прогулочная зона. Застройщик совместно с разведением первых домов почти сразу стал возводить и социальные инфраструктурные объекты, парк, школу и первый из трех детских садов. А что с общественным транспортом? Общественным транспортом, маршрутов очень много. Остановки у нас есть. То есть есть? Конечно. Мы прямо в комплексе сделали, завязали маршруты. Молодцы. Разворот, круговое движение, а все здесь. На сегодняшний день, как Анастасия Владимировна сказала, мы первый садик открыли еще до ввода домов. На сегодняшний день уже второй садик тоже сдан, запущен. И школа на 1550. Вот мы ее можем видеть уже вживую. Она уже тоже с 1 сентября приняла первых учеников. Еще буквально 5 лет назад в Краснодаре почти отсутствовали проекты комплексной застройки. В основном была точечная, где новые жилые комплексы присоединялись к уже действующей инфраструктуре. Покупатель другой стал. Уже не инвестор, а все-таки настоящий покупатель. Тем более, они же здесь покупают уже весь комплекс, правильные садики, школы, парки. Проблема обманутых дольщиков активно решается на Кубани и в Краснодаре. Сейчас в стадии завершения строительства. Три литера ЖК «Жемчужина» и три литера комплекса «Радуга». До конца года в свои квартиры въедут дольщики ЖК «Луч», «Заря», «Анит-Сити». Как неоднократно говорил губернатор Кубани, важно не только помочь сдать существующие объекты, но и не допустить появления новых обманутых дольщиков. Вениамин Кондратьев поручил муниципалитетам на всех этапах контролировать строительство домов с привлечением средств граждан. Алина Сорокина, Алексей Токстенко, Александр Сеньков, телерадиокомпания «Краснодар». Прививки от корей в России делают уже больше 60 лет. Это один из самых проверенных и безопасных способов защитить ребенка от инфекции. Они предотвращают до 3 миллионов смертей во всем мире ежегодно. Как работают вакцины и как иммунная система распознает опасные вирусы, на примере недавней вспышки корей расскажет Лилия Пасмурова. От корей не защищен никто, ни дети, ни взрослые. У невакцинированных людей болезнь может вызывать осложнение вплоть до летального исхода. Поэтому медики советуют не рисковать своей жизнью и делать прививку. К примеру, только с начала этого года на Кубани зафиксировали 50 случаев заболевания корью. 31 из них дети и подростки до 17 лет. Болезнь передается воздушно-капельным путем. Поэтому человек без иммунитета к вирусу станет его носителем в 100% случаев. Елена Копленко вакцинирует своего 6-летнего сына Мирона по календарю прививок. Мальчик уже защищен от ветрянки, менингита, а теперь еще и кори. Елена рассказывает, что после вакцинации иммунитет у ребенка стал крепче. Поэтому прививкам, как и рекомендациям врача, она доверяет. Кори – это серьезное заболевание, и я считаю, что надо прививать ребенка от таких тяжелых болезней. Лично я за прививки и своим детям буду делать. Меньше болеет. Переносит довольно-таки легко, без температуры. Сам иммунитет справляется. Кори уже больше 2000 лет. Она вызывает повышение температуры, сыпь, конъюнктивит и другие весьма неприятные симптомы. Избежать серьезных последствий поможет только вакцинация. Детей необходимо прививать в год и повторно в 6 лет. А взрослые после 18 могут сделать укол в любом возрасте. Вакцинация от кори – это единственный эффективный и безопасный способ профилактики этого инфекционного заболевания. Болеют чаще невакцинированные люди как корью, так и другими инфекционными заболеваниями, вакциноуправляемыми. Невакцинированные люди переносят это заболевание в более тяжелой форме, иногда с летальным исходом, нежели вакцинированные. Вакцинированные дети и взрослые люди тоже могут заболеть, но они перенесут это заболевание в легкой форме, без осложнений. На каждом из нас лежит ответственность за наше здоровье и безопасность окружающих. Поэтому врачи рекомендуют внимательно относиться к прививкам, не пренебрегать вакцинацией детей. Ведь один укол может спасти вашу жизнь и облегчить течение болезни. Лилия Пасмурова, Александр Шереметьев, телерадиокомпания «Краснодар». Один из самых важных экзаменов в жизни сдают ученики в краевой столице. Сегодня ровно в 10 утра стартовал досрочный период сдачи ЕГЭ по географии и литературе. О тех, кто принял решение пройти проверку знаний досрочно и как готовились участники, расскажет Виктория Зеленская. Екатерина Пугаченко пришла в пункт сдачи единого государственного экзамена заранее. Позади все необходимые процедуры – проверка паспорта, температуры, обязательная дезинфекция рук и металлоискатель. Девушка признается, ее мечта – стать хоровым дирижером. От заветного желания ее отделяет совсем немного – удачно сдать литературу. А досрочный период она выбрала, чтобы ЕГЭ не совпал с экзаменами в колледже. Конечно, сложно запомнить такой большой материал произведений. Очень много их. Каждый по-разному раскрывается сам по себе. Свои тонкости, детали. Готовилась долго, конечно, из-за того, что большой материал. Сегодня участникам предстоит проверить свои знания в литературе и географии. Всего в краевой столице досрочную сдачу выбрали шесть человек. Это те, кто по уважительной причине не может сдать экзамен в основной период. Такое небольшое число людей объясняется тем, что с 2024 года выпускникам прошлых лет нельзя сдавать ЕГЭ досрочно. Как это можно было делать все прошлые годы. Для них специально выделены сроки резервные дни основного периода. Но если вдруг есть какая-то уважительная причина, когда участник не может принять участие именно в эти установленные определенные сроки, то он может обратиться в Государственную экзаменационную комиссию Краснодарского края, представить этот подтверждающий документ. И решением комиссии можно будет перенести сроки участия на другие периоды. Результаты по экзамену будут известны не позднее 5 апреля. А следующий по русскому языку пройдет уже во вторник, 26 марта. 29 марта в пятницу ученики попробуют свои силы в математике базового и профильного уровней. Всего досрочный период продлится месяц. До 22 апреля включительно. Виктора Извенская, Алексей Попов, телерадиокомпания «Краснодар». К другим темам в эти выходные в Москве на ВДНХ проходят Дни Краснодара. Семастические мероприятия организуют на выставке в форуме «Россия» на ВДНХ. Там глава Южной столицы презентует туристический бренд краевого центра. Кубанская делегация расскажет москвичам и гостям города об инфраструктуре и инвестиционной привлекательности Южной столицы, а также в целом о жизни на юге России. 23 марта вместе с презентацией бренда запланирован концерт творческих коллективов Краснодара. Также участники выставки присоединятся к мастер-классам по золотому шитью и филейно-гипюрной вышивке, а пройдя викторину, смогут выиграть поездку в Краснодар на двоих. Напомню, в декабре на ВДНХ проводили День Краснодарского края. Один из старейших и крупнейших на Северном Кавказе. Краснодарский краевой художественный музей имени Коваленко отпразднует в этом году свои 120 лет. В его стенах открылась выставка, посвященная юбилею. Экспозицию осмотрела Дарья Безинская. Она расскажет подробнее о его истории. Если бы Коваленко вел дневник, эта выставка названа не просто так. Она действительно отображает вехи становления галереем, а еще и деятельности Федора Акимовича. Мало кто знает, но он сам мечтал быть художником, общался с итальянскими и российскими мастерами. На выставке представлены даже редкие материалы из краевого и федерального архивов. В частности, это семейная хроника родителей Федора Коваленко, тетрадь с оценками будущего коллекционера и похвальный лист за учебу. Атмосферу конца 19-го и начала 20-го века куратор выставки Татьяна Сальникова решила поддержать с помощью выставки экспонатов из музея имени Фелицина. Каждая картина таит за собой историю. Например, есть работы, которые для галереи Коваленко передало общество художников имени Куинжи. Ряд полотен подарила Академия художеств. Лично свои произведения в экспозицию присылали Репин, Шишкин, Поленов и не только. А коллекция началась с этих работ. «Мадонна» от неизвестного художника и «Портрет» от Рафаэля Санти. Самый ранний портрет – это работа итальянского мастера Джузеппо Парени. Самого Федора Акимовича Коваленко связывали дружеские отношения и деловые отношения. Здесь Федора Акимовича Коваленко 21 год. Татьяна Сальникова работает в музее 26 лет. За это время прониклась деятельностью основателя художественного музея. Коваленко экономил и откладывал, чтобы покупать картины. Старался продвигать местных молодых мастеров кисти. И в музее есть выставка, посвященная коллекционеру. Она всегда работает в этом маленьком зале, напоминая о человеке, посвятившем свою жизнь искусству. Здесь же начинается экспозиция с портрета кисти Николая Васильевича Харитонова, портрет Федора Акимовича Коваленко, который был написан за три месяца до смерти основателя музея. И, конечно, интересны сами произведения, которые попали в наш фонд из личной коллекции. В этом году уже 11 апреля одному из старейших и крупнейших художественных музеев Северного Кавказа 120 лет. На самом деле же, первая выставка прошла раньше, в 1890 году. Но официальный отчет ведется от открытия галереи в здании городской управы. В 1907 же культурное учреждение переехало в свой постоянный дом на перекрестке улиц Красной и Советской. Изначально это здание было построено для Батербека Шарданова, известного екатеринодарского деятеля 20 века. Он был мусульманином, поэтому и хотел подчеркнуть этот факт о себе в архитектуре своего дома. Ну а внутри этого архитектурного шедевра можно увидеть шедевры изобразительного искусства. Дарья Безинская, Дмитрий Кислицын, Юрий Клочинов, телерадиокомпания «Краснодар». В сказку с волшебством и превращениями окунулись зрители в Театре защитника Отечества. Спектакль «Чудеса» в 30-м царстве по пьесе Владимира Илюхова «Как в сторонке дальней» в краснодарской публике представил режиссер-постановщик Вадим Романов. Впечатлением первых зрителей поделится Аделина Сиринович. Царевна Злата в опасности. На ней хочет жениться старый противный волшебник-злодей-чародей. Кто же поможет красавице Злате? Впечатлений огромное море, потому что она на самом деле про добро. Она про дружбу народов, она про то, чтобы прийти семьей. Каска про добро и мне очень нравится. Мне очень нравится вот сарказм, есть такие шутки интересные. Очень все хорошо. Спасибо. И шикарные костюмы. В путешествии к болоту встреча со страшным зверем учит зрителя дружбе, бесстрашу и умению договариваться. Если ты зверь, говорящий, то может с тобой договориться можно? А, может, и можно. Договоримся? Ага. В 30-м царстве встречаются не только знакомые герои русских сказок, но и традиции соседней республики Адыгеи. Ага. 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 Ага.